Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. Настоящее добро должно быть бескорыстным и не требовать ничего взамен. Именно так поступают волонтеры. Они не просят за свою работу денежного вознаграждения, но получают гораздо больше. Что именно, узнаем прямо сейчас. Меня зовут Дарья Ветрова. Как помогать детям-сиротам, с какими трудностями сталкиваются волонтеры и с чего начать помощь желающему. Об этом расскажет волонтер с 13-летним стажем Татьяна Кудрова. Татьяна, добрый день. Добрый. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Расскажите, с чего начался ваш путь волонтеру? 13 лет – это очень большой отрезок жизни. Да, начался он очень давно. Мне было, наверное, лет 20. Не было больших денег, но было огромное желание сделать что-то доброе. И я как-то услышала от знакомых, что они ходят в инфекционную больницу к деткам-сиротам, которые заболели. Они просто играли с ними. Там были малыши, меняли памперсы. Ну и помогали медсестрам, если что-то необходимо было. Я с радостью присоединилась к ним. В принципе, вот так начался мой путь. То есть каким образом вы помогали? Что вы делали? Меняли подгузники, где-то просто меняли постельку. Ну, такие элементарные вещи. Но самое основное – это просто играли с детками, потому что медсестрам и персоналу, конечно, времени же не хватало. То есть внимание, забота. И самое главное, что это может сделать человек, абсолютно не потратив ни одной копейки. Но при этом такие важные вещи. Совершенно верно. Кто вы сама по профессии, если не секрет? Я продавец. Вы занимаетесь этим сейчас? Нет, сейчас я не занимаюсь. Сейчас я вообще полностью погружена. То есть всю себя вы отдали в помощь детям, можно сказать? Да, можно и так сказать. Сначала это была инфекционная больница. Потом вы попали уже в детские дома. Расскажите, как это произошло? Да. Ну, я понимала, что я хочу гораздо большего, но не понимала, как я могу сделать что-то намного более значимое, как я могу помочь деткам. Как воплотить свое желание. Да, да. Вот. И мне в жизни повстречался человек, который уже достаточно давно ездил и посещал такие интернаты. Да, мы ездим сейчас к больным деткам с психоневрологическими отклонениями. Это был осознанный выбор в свое время, так как я понимала, что в обычные интернаты приезжает больше, гораздо сложнее приехать к больным деткам, которые лежат или с какими-то умственными отклонениями, которые не понимают, не дают себе отчеты. Там морально гораздо тяжелее и меньше волонтеров там. Меньше желающих. Каким образом вы им помогаете? Мы приезжаем. Основное – это проводить время вместе. Это подарить им незабываемые дни. Радость, эмоции. Радость, эмоции, да. Тепло, любовь. Ну, любовь чувствует каждый. Все, чего им так не хватает. Да. Вот я знаю, что у вас собралась команда целая. То есть сначала это было несколько человек буквально, сейчас уже большое количество людей. Как удалось собрать столько желающих? Да. Ну, люди сами в большинстве присоединялись. Может быть, вы как-то информацию распространяли где-то, завлекали? Ну, особо не завлекали, но информацию распространяли, так как хотелось как-то больше помочь деткам, какие-то приобретать для них развивающие или более значимые для них. Ну, не просто там приехать с конфетами, хотя это тоже очень важно. Игры какие-то, досуг. Да, досуг организовать. И вот тогда появлялась потребность, и мы уже пытались как-то через группы, через соцсети искать, кто тоже хочет, но не знает как. Ну, и так образовывалась команда, которая так же хотят, и мы стали вместе. И сколько у вас таких? Сейчас команда огромная, не всегда все желающие могут поехать. Сейчас мы ездим на большой машине, как правило, это 9 человек, но уже... 9 человек таких постоянных, но вообще есть, конечно, больше желающих. Любой желающий может вот так приехать в детский дом и начать общаться с детьми, как-то помогать, или есть какие-то, может быть, ограничения? Ну, я думаю, это нужно разговаривать с руководством детских домов. В принципе, я думаю, все решаемо. Ну, вообще, как вам это удалось? Я даже уже сейчас не помню, но тогда удалось особо без проблем. Наверное, тогда это было и сделать проще. Сейчас уже время другое, все гораздо серьезнее проверяют. Да, наверное. Мало ли кого допускать к детям. Я предлагаю ненадолго прерваться, послушать классный трек. Вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь на Радиус ФМ. Мы продолжаем говорить о волонтерстве и о помощи детям-сиротам. Меня зовут Дарья Ветрова. В гостях у нас волонтер с 13-летним стажем Татьяна Кудрова. Татьяна, скажите, вот вы сначала помогали детям в инфекционной больнице, а теперь это уже дети-сироты с психоневрологическими отклонениями. Чем лично для вас отличается помощь детям? Из инфекционной больницы от таких детей? Наверное, ответственность немножко больше, потому что ты понимаешь, что там детки больные. И вообще отличается, когда я начала посещать дома, где больные дети, очень многое переоценила в жизни. Мы порой многое принимаем за должное, здоровье, силы. Не ценим то, что у нас есть. Не ценим абсолютно, да. Они радуются просто то, что ты есть. Мы порой не ценим родных, близких. А эти дети переворачивают просто всё с ног на голову. Они так счастливы видят тебя. И ты понимаешь, что здоровье, которое ты имеешь, это дорогого стоит. То есть они учат ценить каждый миг, радоваться просто тому, что мы проснулись, мы живём тому, что у нас есть. Да, совершенно верно. Может быть, были какие-то необычные ситуации за время вашей волонтёрской деятельности? Вот то, что запомнилось на всю жизнь. Да. Видя больных деток, очень запомнилось так, как они реагируют на музыку. Казалось, они ничего не понимают. Но вот с нами практически всегда человек Владимир Иклубович, который, в принципе, согласился однажды меня взять в интернат, он саксофонист. И вот когда он начинает играть, кажется, дети ничего не понимают, но они замолкают, кто-то начинает плакать. Обалдеть. Да. Они настолько чувствуют музыку. Это чудеса просто, как музыка может влиять на больного ребёнка. Саксофонтаж вообще считается волшебной музыкой. Волонтёрство – это добровольная, безвозмездная помощь. За свою работу волонтёры не получают какое-то материальное вознаграждение, но всё-таки они получают что-то другое, возможно, даже более ценное, чем деньги. Скажите нам, как человек, который этим занимается, что это? Да, однозначно. Это эмоции, это настоящее счастье. Когда ты делаешь что-то доброе, и не ждёшь, и понимаешь, что ничего тебе не будет за это. Но настолько ты счастлив внутри, это сложно описать, но настоящее чувство счастья переполняет. Это не тогда, когда тебе дарят какие-то дорогие подарки, или ты сам купил машину, квартиру. Нет, это совсем другие эмоции, чувства. Они настолько того стоят. То есть счастье просто отдавать, и правильно говорят, чем больше мы отдаём, тем больше мы получаем, даже если это не деньги. Да. Вот есть волонтёры, которые устраиваются в какие-то организации официальные, там достаточно серьёзный отбор, то есть кандидаты проходят собеседование. И, кстати, таким волонтёрам даже могут платить зарплату, конечно, минимальную, скорее даже символическую, но всё-таки. Как вы считаете, такие волонтёры отличаются чем-то от тех, кто делает всё исключительно безвозмездно? Ну, сложно, так сказать, однозначно. Возможно, человек сейчас не может как бы... Ну, у него есть желание, но он не может пока вот просто работать. Ну, и не работать нельзя называть работой. Ну, вот ему нужна хоть минимальная зарплата. Но в душе он просто добряк-добряк, и вот начал свой путь так. Почему бы нет? Это хороший старт. То есть всё зависит от человека, от конкретной его цели? Да. Я думаю, там нет, ну, как бы таких вот бездушных, каких-то чёрстлых. Ну, волонтёры вряд ли такие бывают. То есть в любом случае, если человек идёт волонтёры, значит, он преследует добрые цели. Какие трудности могут испытывать волонтёры? Финансовые. Ну, потому что зачастую хочется больше, хочется больше помогать, больше что-то покупать, завозить. Потому что они действительно живут потом этими воспоминаниями. Они могут звонить мне там. Мы вот возили, последние вот поездки завозили картины алмазные. И они могут звонить там полгода и благодарить за эти картины. Я уже, ну, могу забыть там, как бы. Но они вот настолько живут тем днём, там, или вот мы организовывали поездку с байкерами совместно. И они живут потом годами, как они классно там катались. Когда-то там пять лет назад на мотоциклах. То есть они на самом деле живут потом вот этими днями. Воспоминаниями. То есть финансовые трудности не в том плане, чтобы для себя, а чтобы ещё больше помочь. Да, совершенно верно. Какой человек, на ваш взгляд, не может быть волонтёром и не должен? Ну, думаю, может, каждый. Главное — откопать вот это вот доброе в себе. Ведь у каждого из нас однозначно заложено доброе чувство и порывы. Я в это верю, я это знаю. Ну, вижу очень добрых, много белорусов, которые так помогают. Спасибо огромное. Пользуюсь возможностью. Хочу поблагодарить каждого, который, в свою очередь, был рядом, помогал, поддерживал. Даже когда не хотелось или не было возможности, но всегда ободрял, находил добрые слова. Кстати, вот затрагивая эту тему, каким образом может помочь детям-сиротам простой желающий? С чего вообще начать путь человеку, который решил стать волонтёром? Ну, если самый лёгкий, то это присоединиться к кому-то, кто это уже делает. Это более лёгкий, можно даже к нам, мы рады. Тогда дайте какие-то координаты, чтобы люди знали, куда им обращаться. Да, недавно, совсем недавно мы создали аккаунт в Инстаграм, так как, ну, ранее у нас был в Одноклассниках, но сейчас Одноклассниками уже никто не пользуется, и мы решили очень быстро переделать. И помощь детям-сиротам нас там очень-очень мало, мало пока всего перенесли, но обязательно дополним. Источник добра, help, это если английскими можете нас найти, написать нам, будем очень рады, потому что есть много идей, есть много потребностей. Да, это Инстаграм, ну, контакты тоже, я не знаю, как бы тоже можно, да. Думаю, что желающие найдут. Татьяна, спасибо за такой добрый, позитивный эфир, уверена, что благодаря вам волонтёров станет больше. Наша программа подошла к концу, я напоминаю, что меня зовут Дарья Ветрова, в гостях у нас была волонтёр с 13-летним стажем Татьяна Кудрова. Всем хорошего дня! Слушай Радиус ФМ и будь в теме! Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте радиусфм.байк.